Сегодня у нас 23 мая 2023 год Вот Брат Николай продолжает Резапею с бочками По скрыванию бочек Что расскажешь Мир всем С миром Это во первых Белый не перебивай Перенимая опыт от других Мы делимся С другими Рассказываем Вот это бочка Из под маслом Я ее поднимаю Вырезали обычно Поблиз подойди Вырезали обычно Вот здесь по контуру Многие И я тоже начал Вырезать по контуру Четыре бочки я так вырезал Но после этого приходилось Сгибать те края Которые оставались И каким-то образом Убирать заусеницы Ну каждый Это приспосабливается То чем Я молоком Где напильничком Где так вот Это было так Но Посмотрел в интернете В интернете любезно поделились Способом Как Снимать Как вскрыть Вскрыть вот эту часть И теперь посмотрим Вот сейчас я Пойдем брать Показать Даже можно для сравнения крышки Показать Да Главное убор Так Сюда Подходи Попрежней Вот она получается После того Как вырезали сбоку Смотрите Вот эта вот Часть ровная Получается И крышки Которые можно Использовать Как плотно Закрывающихся крышку Зерно положить Что хочешь Вот она плотно Закрывается Открывается Вот таким образом Ну соответственно Здесь бывает заусеницы Заусеницы Потом убрать Можно Это вот Последний вариант Благодарим тех Кто Не спрятал Талант Не спрятал И показал А мы ухватились Обрадовались И начали делать Брат Владимир Одобрил Говорит Ой Сколько я загубил бочек Да Это точно Это точно Да Да Так и есть Вот такой Теперь Показываем Вот эти бочки Которые Привезли Вот это я в начале Четыре Штуки Вот Вот таким способом Когда Вот здесь По контуру Я обрезал И вот эту часть Вот эту часть Сгибал То есть Молоток подставлял Или что-либо И чеканил Так-так-так-так-так-так-так По кругу Ну Заусениц нету Заусениц нет И как говорится И так пойдет Но Надо делать Усовершенствовать Надо показать Как крышка держится Сейчас Вот От этой бочки А от этой Да Она проваливается Конечно Что там смотреть Она проваливается Вот Значит Это так Дальше Что у нас Подобрать Каким образом Это делается Чем Какими Кругами У нас болгарка Небольшая 125 размер Дисков 125 размер У нас был Вот такой один диск Хороший Нормальный Как он называется Ну это шлифовочный По дереву Лепестковый Лепестковый Да Лепестковый Вот им Очень хорошо Обрабатывать Ну это Штуки Штуки 3-4 Прошелся И с ним Сделался Соответственно Все стерлось Ну да Все не стерлось Но что-то осталось Но уже Работать не так Сноровисто Получается Это один момент Потом Брат Игорь Глушков Да Игорь Глушков Дал нам Вот этот Круг Шлифовочный Вот Потолще У него там Игорь Глушков Вот здесь Увеличь Пожалуйста Вот сюда Вот это Видите Трещину Вот Найдет Трещина Да Видите Видно Видно Да Вот Трещина Как до трещин Дошли Это все Хватит И после этого Ну Я применяю Как Вот беру Топор Ну и чем-то По топору Ударить У нас под рукой Нету молотка Все молотки В работе Вот Ставлю сюда Только после того Как я обойду Ставлю сюда В эту щель Да Ну Да В эту трещину Трещину Да И соответственно Как говорится Клин Выбивает Клином Вот этот топор Является как Клином И он Выбивает Крышку Аккуратно И дальше Раз 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 Потихоньку А если Применить Стамеску Например Можно Ну чем хочешь Зубами нельзя Сломаешь зубы Хотя Звери Зубами Разгрызают Так А насчет Промывки Расскажи Чем ты решил Промыть их Значит Промывка Вот дальше Дальше Процесс От этого Пункта Я Сюда Ее Транспортирую Переверну И вот здесь Вот масло У меня Сливается Тазики Тазики Чистейшее масло Применять Можно Куда угодно Но Для смазки Чего-либо Ну да Типа бензопилы Значит Что Что я делаю После этого Вот На После Слития Маски Смазки Вот Можно Можно Посмотреть Вот эту бочку Вниз Вниз Видишь Это уже Без смазки Но Пленка Осталась Пленку Это надо Помыть Значит Что я делаю Сюда К воде У нас тут Воды Много Елкость Есть Брат Владимир Разрешает Мне воду Пользоваться Полостать Ну В пределах Разумного Вот сюда Я ставлю Ставлю Бочку Я Применял Химию Мне Нам Брат Дал Щелочь Ну После Этой Химии Что-то Я обратил Внимание Эта Химия Как бы Съедает Там Все На Свете Даже Металл Съедает Какая Это Такая Это Невозможно Я Решил Просто Обычной Обычной Это Вот Вода У меня Обычный Порошок Обычный И все Не надо Бензином Ничего Тряпочкой Помыл Где там Неудобно Подальше Щетка Есть Щеткой Раз Раз Она Смывается Тряпкой А Перед этим Тряпкой Я протираю Чтобы Вот Это Остатки Тряпкой Вот И потом Сюда На Этот Пункт У нас Все Идет Как По Конвейеру Белый Смотри Залез Тебя Помыть Хочешь Да Можем Помыть Он Тоже Любопытный Да Да Помочь Чего-нибудь Вкусненького Дадут Да А после Этого После Того Как Я Вот Этой Помыл Опускаю Туда Ведро Пол Ведра Как Хочешь После Водичкой Смываю Сливаю И ставлю Туда Готовый Но Желательно Их Обработать Внутри Желательно Обработать Но Так как Сейчас Время Поджимает Время У нас Поджимает И с ними Ничего Не сделается До Осени Мы Их Поставим И будем Использовать А Смазывать Будем Цементным Раствором Возьмем Цемент Марки 400 Или Марки 500 Разведем Небольшой Емкости Жиденькой И Кисточкой Вовнутри Нанесем Один слой Хорошенечко Сделаем Плотненько Потом Вот То место Где будет Переворачиваем Кверх Дном Кверх Дном Переворачиваем Бочку И в этом месте Где будет Стоять Бочка Или нальем Воды Просто Нальем Воды Или что-то Поставим Мокрую Тряпку Чтобы Цементировалась И перевернем И будет стоять Ночь И она схватывается Все Три-четыре года Интернет гарантирует Ну еще Сами не проверяли А у нас будет Пять лет Или шесть Даст Бог Ну Ну это С целью экономии Разные Цемент Он Недорогой Можно сделать Краска Она Недлаговечна Мастика Дорогая Краска Тоже Самая Дорогая Еще Чем Обработан А этот Такой Самый Такой Практический Ну ладно Спаси Христос Вас Ну вот Брат Стараемся Для Того Чтобы Все у нас Было Под рукой Водичку Полить Надо Тебе Пожалуйста Вот Бочечка Налили Водичку За день Нагрелась За день Нагрелась В тепличку Полили Где-то Еще Что-то Полили Так что Это Необходимо Ну ладно Слава Богу Спаси Христос Слава Богу За все Аллилуйя Аллилуйя